МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимое создание в Владивостоке столицы Дальнего Восточного федерального округа назрело давно. В городе к 2012 году к Азиатско-Океанскому саммиту произошли коренные изменения в архитектурном облике. Построены красивые мосты, которых ждали приморцы и владивостокчане более 100 лет. Создаются транспортно-логистические терминалы. Приняты кардинальные меры по инвестиционной привлекательности. Цель совещания – обсудить конкретные выгоды от такого решения для Владивостока, если оно будет реализовано. Уже сегодня оно находит государственную поддержку на самых высоких уровнях. Заявление о переносе столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток сделал Кремль, сообщило информагентство РБК. Вы знаете, сначала все-таки должна более четкая быть сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые, наверное, делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы. В первую очередь, перенос столицы во Владивосток должен повлиять на качественный уровень жизни всего Приморского края. Статус административного центра ДФО обеспечит дополнительные и очень существенные поступления в бюджет региона. Речь идет о миллиардах рублей ежегодно. И тогда самые смелые и амбициозные планы станут реальностью. Например, строительство ВКАД. Население действительно хочет жить в Приморье. Мы это видим по тому количеству заявок, которые формируют потребность выделения дальневосточного гектара. Но и, безусловно, очень важно, что сюда сейчас идут инвесторы, идут строить и нефтеперерабатывающие заводы, заводы по переработке и производству минеральных удобрений. Самое современное производство разворачивается именно здесь. И, безусловно, сегодня Приморье является по климатогеографическому положению лучшим регионом на Дальнем Востоке. В пользу переноса говорит и то, что Приморье превосходит Хабаровский край в сфере инвестиций, считает полпредпрезидента Юрий Трутнев. На совещании он заявил, будет или нет Владивосток столицы ДФО, решать будет президент Владимир Путин. Но восточными воротами АТР он точно является. Преференциальную систему всегда надо развивать. Я в этой связи вас о чем прошу. Вы вместе с министерством, я в их адрес тоже поручение по результатам совещания подпишу. Посмотрите, есть ли у нас возможность увеличить квоты на поступление бесплатное в Дальневосточный федеральный университет именно для людей, которые живут на этой территории. По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, ведомство поддерживает предложение о переносе столицы во Владивосток, который был центром экономического развития всего региона с самого своего основания. Сегодня Приморский край является лидером по всем экономическим процессам региона. 67 новых инвестпроектов на Дальнем Востоке, а их всего более 300 тысяч реализуются именно здесь. Приморье – лидер экономических процессов на Дальнем Востоке. Все экономические предпосылки для переноса столицы есть. Столичный статус принесет Владивостоку около 5 тысяч новых рабочих мест, а также ускорение роста инвестиций в ремонт дорог и социальную инфраструктуру. Минвостокразвития готова выделить Владивостоку целевую субсидию на улучшение социальной инфраструктуры. Глава Приморья подчеркнул, что перенос столицы сделает регион точкой развития для всего Дальнего Востока. Столичный статус, считает Олег Кожемяка, позволит привлекать в Приморье новые компетенции и формировать точки роста для молодежи. В последние годы перспектив на Дальнем Востоке не было, и подающие надежды люди просто уезжали из региона в поисках лучшей доли – кто в центральную часть России, а кто и вовсе за рубеж. Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровского в Владивосток, по мнению Кожемяка, позволит сформировать здесь карьерный рост, свой дальневосточный управленческий потенциал с высокой квалификацией. Бессловно, это очень удобно для непосредственно и жителей, приморчан и владивостокцев, потому что все центры будут здесь, и административные, и судебные, и федеральные территориальные органы власти. Здесь будут энергетические центры, которые сегодня находятся за пределами нашего края. Это и банковская структура, это принятие решений, которые позволят здесь, краю, развиваться гораздо быстрее и сочетать динамику развития инвестиционных проектов с нахождением здесь центров компетенции. Ректор ДВФУ Никита Анисимов отметил, что в образовательной сфере Приморье давно лидирует среди всех дальневосточных вузов, благодаря, собственно, ДВФУ. При университете работает медицинский центр, один из самых оснащенных в стране, и потенциалом до 10 тысяч операций в год. Кроме того, в соответствии с поручением президента на базе университета создается крупный научно-технологический центр. Стоит задача по строительству второй очереди ДВФУ, а также циклического ускорителя частиц синхротрона. Это позволит еще и москвичам приезжать сюда, завидовать тому, как трудоустроились наши выпускники, и биться за возможность трудоустроиться здесь. К примеру, через несколько лет здесь будет построена по поручению президента научно-технологическая установка класса Мегасайенс, синхротрон. Она имеет рабочее название «Российский источник фотона». Это установка, которая позволит реализовывать здесь самые прорывные научно-исследовательские проекты в области материаловедения и ядерной медицины. Новый импульс получит культурная жизнь. Во Владивостоке будут проводиться культурные и деловые события всероссийского и международного масштаба. А весь край станет территорией проведения знаковых форумов и фестивалей. В городе появится уникальный культурный кластер, равный которому сегодня строятся в Севастополе и Калининграде. Есть все предпосылки для этого, в том числе в сфере культуры. Не случайно и в имперской России, я сегодня проводил пример, первый музей появился спустя 30 лет после появления города, музей Арсеньева. И в советское время большое внимание уделяло руководству страны развитию культуры. Тогда появился Дальневосточный институт искусств, педагогический институт, по-моему, сначала назывался, и Приморская картинная галерея. Уже в этом году во Владивостоке планируется начать строительство музейно-театрального комплекса. В его составе предусматривается строительство концертного зала Мариинского театра на 1100 мест, музейного комплекса с фондохранилищем и с активной работой четырех ведущих музеев, Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока. Также в состав войдут высшая школа музыкального и театрального искусства на 300 обучающихся. Кроме того, на Русском острове предусматривается создание филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского и строительство помещений для филиала Академии балета имени Вагановой. Общая площадь составит более 120 тысяч квадратных метров. Примерная стоимость проекта составляет 30 миллиардов рублей. Сейчас мы все стоим на пороге реализации грандиозного проекта в сфере культуры, строительства театрально-образовательного и музейного комплекса. Такого еще у нас в стране не было. И здесь в Министерстве культуры ведется большая работа. Есть соответствующие поручения президента Владимира Владимировича Путина и курирующего вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. Это будет новация. По результатам совещания стало известно, что подробный доклад о переносе столицы подготовят президенту России Владимиру Путину не позднее 1 декабря. В нем опишут все озвученные преимущества Владивостока в качестве главного города Дальневосточного региона. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.